В центре моего сегодня доклада будет человек. У нас вот собралось много высоких, лысых, седых, кучерявых, женщин и мужчин, юристы, агрономы, священники. Но что есть человек? Человек всему дал наименование. Но кто он такой, до сих пор ничего конкретного о себе сказать не может. Он не может сказать время, место и цель его появления. Он не может сказать конечную цель его философского и физического существования. Также он не может сказать, какой путь от происхождения до сегодняшнего нашего совместного сосуществования он прошел. Но он такой гордый. Ты ему только слово скажи. Он сразу топор, молоток, автомат в военторге купил форму и готов со всеми физически уничтожать. Но есть философия. Философия социальных отношений. Которая предусматривает уважительное отношение к разным языкам. А что есть язык? Это всего лишь звук. Вот звук, который посредством звука наделяем смысл. Смысл имеет в словах с нами произносенный. Мы разные люди. Одно и то же по разным звукам произносим. Но если кто-то говорит на непонятном для кого-то языке, вызывает агрессию. А если другой человек отпустил бороду, надел турбан или священника, или там женщина оделась так, хотела. Она такая, она всякая. Я всегда был против автономии. И сегодня я за равенство людей по американскому принципу. Не суди по дедам, прадедам. Не гордись прошлым. Покажи, на что ты сегодня способен. Как ты себя сделал человека. Как ты помогаешь вокруг себя и этим полуобразованным людям. Иногда с техникумами, которые кичатся управлять людьми, не будучи в состоянии управлять своими страстями, эмоциями и разумом. Но только ты ему скажи слово, он говорит, у меня мандат, ты не имеешь права. Мандат предусматривает обязательства, обязанности. А социальное общество делегирует власти свои полномочия. Через выборы. И когда один говорит, я приведу здесь референдум и скажу, что это мое, это напоминает зверей, которые метят свою территорию в лесу. Но когда они голодные, они идут на соседние территории, охотятся. И те хищники нападают на них, защищая свою территорию, потому что слабая дичь должна принадлежать им. Но философия человека и эволюция человека привела его к сегодняшнему состоянию. Но от того первобытного он не особо отличается. Несмотря на то, что он изобрел соний, шар, панасоник, галстук, штаны. Вы двух профессоров выпустите в дальний путь и изголодавшись, один съезд другого. Уже это было описано в истории, в научной литературе это описано. Он, как наши деды и прадеды, во вдарменном омеряли на плите моей тети, моей дяди, деды и прабабушка от голода. Преступление большевиков. 35% гагаузов умерло от голода. Социальный аспект. Сегодня гагаузы, серпом и молотом, вот это прошлое, страх, который надели рюкзак. Уже коммунистической партии нет. Система рухнула 25 лет. Но они все ждут, что эта система придет, заведет их в колхоз, и они будут бесплатно брать известь из этой ямы. Но они пахали, чтобы председатель через своего снабженца эту известь туда кинут. Их труд в этой яме. Но они ночью тайком воруют его. Почему? Система принуждения, свой, чужой. Действовала, действует. И сегодня в нашей этнической группе гагаузы. Назвать народом нас еще рано. Мы не народ. Даже в этническом понимании. Потому что последняя ситуация и такая разобщенность задается философскими вопросами. Кто и в каких интересах эксплуатирует и подчиняет, разделяя, а не объединяя для общих целей. А 25 лет назад поднимите документы, что эти лидеры нам говорили. Один из них здесь. Сделали они? Нет. Кто им мешал? Я ни одного молдаванина не видел, чтобы им мешали. Во Вдарьме идет трансформация. С 8 утра и до 10 вечера. Ни один молдаванин не вышел. А сегодня могу всех отвезти. Ребята молдаванец, Кишнева, специалисты работают. Вчера вот были, друзья удивились. Нам никто не мешает. Человек, который засучил рукава штаны, включил мозги, создал духовную, философскую идею, обеспечил его материалом, инструментом, он может достигать. Нам никто не мешает. В культурологическом аспекте, так как у меня научный подход, а не политологический и не политический, что даст вступление в Евросоюз? В историческом контексте. Нас, большевики, разъединили. Гагаузов и Болгар разъединили. 20% Гагаузов в Одесской области, 80% Болгар здесь. Гагаузов в Румынии, Болгарии, наша прародина. Объединение под одним политико-правовым пространством даст нам беспрепятственно налаживать те отношения, которые некоторые этно-радикалы озвучивали среди Гагаузов. Но они их озвучивали насилием, отторжением, принуждением. Возможно бы в это насилие привело к применению средств поражения оружия. Я против принуждения. Если ты дружишь с разумом, ты убеди людей на собственном примере. А говорить одно, поступать другое и требовать третье, вначале загляни внутрь себя, кто ты есть. А потом выпячивай себя и предлагай обществу. Стоишь ты того или нет? Но так как у нас общество еще темное, очень темное, количество образованных людей крайне мало, а те, которые считаются образованными, в основном агрономы и инженеры, философов, профессиональных историков, которые знают философию истории и философии науки, нет? Я вот по своему опыту сужу. Я их всех знаю. Результаты нашего труда на сегодня есть. Реплика поступила. Я сейчас объясню, что есть философия вопроса. Вот каждый из нас сегодня сидит на стуле. Никто из нас не задумался, возможно, никогда в жизни. Я объясню, доктору истории, что такое философия вопроса. Задумаемся? Минута. Нет, это очень важно. Я уеду. Я просто уеду. Давайте так. Если даете минуту. Вот, дают. Вы всегда мне противоречите. Вы... Зал, пожалуйста. У нас секция дискуссивная. Секция. Нет, это не дискуссионный вопрос. Это философский, основа всего. Если задаться философским вопросом, когда человеку впервые пришла идея, когда он обрел разум, что он сидит. Вообще, вот был примат и сидит. И вдруг он сидит на камне. Понял, что сидит. Удобно. Не стоит на четырех костях. Пошел дождик. Он забегает в пещеру. А там сесть негде. Мозг срабатывает. Выбегает. Камень хватает, ставит. Прислонился. Пошел. С родника течет внутри пещеры. По нему. Муравьи ползают. Отодвинул. Пошел второй камень. Поставил. Сел, облокотился. А, солнышко вышло, дождь прекратился. Надо выйти на улицу. Это тяжело. Он начинает придумывать. Начинается история вопроса. Сегодня мы сидим. Теория вопроса такова, что стул катается, массажирует, греется. Еще на нем есть бирка. Чиновник сидит. Вне зависимости от бирки, стоимость кресла. Три тысячи, пять тысяч, двадцать тысяч. Можно определить. Престиж. Человек, стул обычный, возьмем престиж. Вот ему имя, человек. Спасибо.